Успокоенность, такую уже светлую, просветленную успокоенность, которая характерна для людей, которые уже отправляются в вечную жизнь. Работу над этими масками в виде лиц с закрытыми глазами Марина Турова так и не закончила. Она пыталась побороть рак в течение четырех лет, но чувствовала, что не сможет, рассказывают ее ученицы. Это читается в последних творениях художницы. Женщина скончалась несколько месяцев назад, но память о ней хранят куклы на выставке «Упражнение в прекрасном». В центре выставки работы самой Марины Туровой. Это называется «На цыпочках». Конкретного имени персонажу художница не дала, не посмела, говорят ученицы, но сами явно узнают в ней Наталью Гончарову, любимую Пушкина. Большую часть экспозиции составляют творения учениц Марины Туровой. В ее студии авторской куклы занимались женщины совершенно разных профессий. Медсестры, сотрудницы банков и строительных организаций, но в каждом художнице удавалось разжечь творческую искру. «Человек очень талантливый. Про таких говорят. Бог поцеловал в темечке. Она умела все. Она умела делать куклы, она умела делать украшения, она умела наряжать куклы. С чем бы мы к ней ни обращались, она всегда все умела делать. На все были у нее добрые ответы». Каждая из них Марина Турова стала подругой. Когда художница скончалась, вологжанки начали собирать своих кукол, над которыми когда-то трудились в студии. Каждую деталь подопечных они изготавливали сами – от фигуры до крохотных туфель. Авторы в один момент становились художниками, швеями и сапожниками. Вологжанки работали в двух манерах. Мягкие куклы сделаны в технике скульптурный текстиль. Чтобы создать такую, женщины покупали обычные капроновые колготки, как правило, самые дешевые, и набивали их синтепоном, а изгибы придавали уже с помощью иголки и нитки. А будто фарфоровые куклы сделаны из фольги и самозатвердевающего пластика. На одного персонажа уходило по несколько месяцев. Такое кропотливое мастерство новичку поддаётся не сразу. Вот искали выражение лица, вот она именно мне подсказала, что именно должна быть кукла такая, вот знаете, пухленькая, розовая. Эта кукла, как и все остальные, будет хранить память о Марине Туровой. Все эти работы можно увидеть в мире забытых вещей до середины января. Ольга Амелина, Алексей Романов, Новости Вологды.